Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые слушатели Директ Академии! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре. И сегодня наша тема завершает мою часть трека для спикеров вебинаров. И называется «Практические советы ведущему. Часть 3. После вебинара собираем плоды труда». Евгения Юрьевна, спасибо за плюсик. Это значит, что вы меня слышите. Это хорошо. Напомню, что наш трек, посвященный спикерам вебинаров, для спикеров вебинаров, и не только для них, а для всех тех, кто интересуется вебинарами как видом деятельности, продлится до середины февраля примерно. И еще у нас впереди 4 вебинара, которые проведут разные спикеры. Я надеюсь, будет интересно. Как всегда, перед тем, как начать вебинар, я хотел бы рассказать о тех ссылках, которые я поместил в самом начале. Я вижу здесь много знакомых лиц, поэтому вкратце расскажу. Обычно эту тему рассказывают для тех немногих, 10-15%, которые впервые приходят на наши вебинары. Итак, в самом начале нашего чата расположены 4 ссылки. Первая из них ведет на наш сайт, на котором можно зарегистрироваться на все вебинары, которые находятся в нашем расписании до конца июня месяца 2019 года, до конца учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и я предлагаю всем подписаться на этот видеоканал, потому что на нем хранится уже более 400 записей наших вебинаров, вебинаров Директ Академии. И этот вебинар тоже записывается, и к концу недели будет выложен туда же. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов. Она для тех, кто хочет учиться дистанционно, и там есть предложение по 9 нашим курсам. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара, а также по всем темам, которые, по всем вебинарам, которые вы посетили. Ну и в чате я даю анонс на три следующих вебинара, которые у нас состоятся. Завтра, в пятницу, 1 февраля, вебинар Юрия Николаевича Белоножкина «Обучение рабочим профессиям и онлайн. Про и контра». В понедельник мой последний вебинар зимой. После этого мои вебинары, как спикера я имею в виду, начнутся только в конце марта. Будет достаточно большой провал, связанный с тем, что я буду вести онлайн-курс, и мне будет... я расписание свое вебинарное немножко вот так вот подготовил, с провалом. Итак, последний мой вебинар, зимний вебинар, который посвящен, как всегда, электронному учебному контенту, инструментарию и называется «Мастер учебного контента. Инструменты и приемы». Ну и, наконец, 5 февраля, во вторник, Лидия Мазунова, профессор из Уфы, проведет вебинар, посвященный развитию, детскому развитию, который называется «Каждый гениален». Это перефразированная цитата из Альберта Эйнштейна, который утверждал, что каждый гениален. А вот Лидия расскажет об этом, расскажет о том, как у детей понимать, как их развивать и как находить их гениальности, таланты и так далее. Ну что ж, а мы переходим к нашей сегодняшней теме. Она у нас четвертая в нашем цикле, и сегодня мы, наконец, добрались до конца. Мы прошлись по всей цепочке с вами, напомню. Начали с того, что просто попытались перечислить все преимущества вебинара. Потом стали готовить материалы к вебинару. Следующий вебинар был посвящен, собственно, проведению вебинара. И вот сегодня вебинар про то, что делать после вебинара. Ведь с окончанием вебинара не заканчивается работа над ним, а может быть даже в некотором смысле начинается. То есть начинается та работа, которую... Сбор плодов. То есть ради чего вы проводили вебинар. Конечно, кроме самого вебинара, да? Что дополнительно из него можно получить? Ну, сегодня у нас вебинар планируется чуть-чуть покороче. Я надеюсь, наконец, уложится в час. Может быть, даже быстрее. Итак, мы рассматривали вот эти вот три темы. И к ним сегодня мы приписываем четвертую. Мы рассматривали вот такие вот они. Две и две. Вот так вот, да? Они были у нас. Технологии у нас всегда присутствуют, да? Про контент проговорили, про взаимодействие. А что потом-то, собственно, после взаимодействия происходит? Вот сегодня, чтобы эту картинку не менять, я просто прописал одну фразу. Что потом? Об этом мы сегодня, собственно, и говорим. И вот эту картинку вы тоже видели. Этой картинкой практически закончился наш предыдущий вебинар. Я в ней выделил последний пункт. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, пожалуй, без организатора вебинара невозможно. Потому что роль спикера, если это чистая роль спикера, не подразумевает возможности организатора, мало что можно сделать. Ну, кое-что можно, но в основном нужны некоторые дополнительные права по доступу к записям, по доступу к спискам, к чатам и так далее. Вот, поэтому заранее хочу сказать, что этот вебинар либо подразумевает достаточно сильную связь спикера с организатором, либо когда они выступают в едином лице. Ну, либо частично посвящен тем, кто вообще сами собирается становиться не столько спикерами, сколько организаторами. Помните, вот такой у нас, такой тоже слайд был, да? Вы знаете, если на вебинар приходит много свежих людей, которые не знают, как организована вебинарная деятельность в данной компании или в данном бренде, да? Вопрос, а будет ли запись, обязательно возникнет. То есть, кто-нибудь обязательно спросит. То есть, запись вебинара настолько востребованная форма, даже, наверное, не форма, форма контента, а как бы это сказать, дополнительная опция, которая уже даже рассматривается не как дополнительная, а многими рассматривается как основная. Поэтому большую часть времени мы как раз потратим сегодня выяснению того, как же использовать эту запись, что с ней надо делать, что не надо делать, куда ее можно вставить, как ее можно использовать и так далее. Ну, вот здесь вкратце расскажу, у нас на самом деле несколько богаче будет список тезисов, да? Ну, здесь он помечен так, то, что запись вебинара – это самостоятельный вид контента, запись можно использовать вторично, ну, еще бы не использовать ее, зачем она тогда нужна. Запись можно разделить на отдельные ролики, можно использовать ее как отдельный продукт, она может выполнять рекламные функции и много-много другого здесь можно дописать. Да, ну, вот здесь примерно повторено то же самое, да, наверное, я зря это включил, думал, здесь что-то новое есть. Ой, одну минутку, что-то у меня сильно все перемоталось. Одна из замечательных особенностей записи заключается в том, и, кстати, для спикера это важно знать, чтобы предупредить своих слушателей, которые по какой-то причине не приходят на вебинар или сознательно смотрят его в записи. Запись на большом количестве платформ, запись можно посмотреть в повышенной скорости. Вы знаете, я это уже говорил и буду постоянно повторять, потому что это надо твердо запомнить. Это настолько серьезное преимущество, что просто люди могут сократить время. А от этого, вообще говоря, зависит, будут люди смотреть запись или не будут люди смотреть. Потому что одно дело, часовой вебинар потратить час, а другое дело потратить полчаса на просмотр. В подавляющем большинстве случаев вебинары можно смотреть на скорости 2, ну или уж, по крайней мере, на скорости полтора. Это связано с тем, что если речь не идет о каких-то очень высоких материях, сложных формулах и так далее, скорость говорения спикера меньше, чем скорость вашего восприятия. Когда вы находитесь со мной одновременно в аудитории, это восполняется тем, что мы с вами синхронно находимся, вы можете задавать вопросы, я могу отвечать, мы как-то можем общаться, вы можете общаться между собой и так далее. Если же вы находитесь на записи, смотрите записи, этого преимущества нет. Поэтому и нет преимущества от того, что вы слушаете с той скоростью, с которой я говорю. Запись можно и нужно смотреть, именно вебинары смотреть на повышенной скорости. Запись специально сделанного учебного ролика, скорее нет. Нет, скорее ролик всегда делается с той скоростью, с которой его желательно смотреть. А вот вебинар можно вполне смотреть. Вебинары и видеолекции различные можно смотреть на повышенной скорости. Я это говорю не только вам, но и чтобы вы, как будущие спикеры, передавали своим слушателям, потому что это повышает количество просмотров ваших вебинаров. На повышенной скорости можно, правда, смотреть не везде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Слышите ли вы меня, коллеги? Да, ну вот, к сожалению, я даже не знаю, на каком моменте вы перестали слышать меня. Ну, я постараюсь последний кадр повторить. Это у нас Мирополис, к сожалению, его сервер выкинул меня и даже не предупредил о том. Я, видимо, минуту или пару минут говорил в пустоту. Давайте я просто вкратце повторю. Если у вас есть ценные и цельные части, которые можно использовать отдельно, то мои прежние рассуждения о том, что особо не надо заморачиваться с улучшением записи, они отменяются. То есть вырезать и привести в порядок кусочки вашего вебинара, если они представляют отдельный интерес, надо и очень полезно. Пошли дальше. В YouTube есть замечательная возможность, которая не занимает много времени. Это интерактивное оглавление. Делается оно просто элементарно. Когда вы делаете примечание к вашей записи, описание вашей записи при погрузке ролика в YouTube, вы можете сделать вот такое оглавление. Для этого просто достаточно написать вот эти четыре символа. Ну, это минуты и секунды. Могут быть здесь еще и часы через... Так, я включу снова ручку свою. Могут быть здесь еще и часы, да, вот там 1, 1... Там 0,1 или как-то там, да. Две точки, 0,0, две точки, 0,0. И так вот, когда такие сочетания находит YouTube, он их превращает в отсылки к соответствующей части ролика. И именно для вебинаров и для видеолекций это делать возможно и очень удобно. Таким образом, если ваш вебинар состоит из 10 важных частей каких-то, то вы каждую из этих частей можете пометить вот такой меткой при загрузке в YouTube. И это очень поможет тем, кто использует ваш вебинар в качестве учебного материала. То есть, еще раз, если вы просто делаете маленькие ролики учебные, то в таком оглавлении, как правило, отсутствует вообще необходимость. Но именно на больших роликах, на таких как вебинар, это действует и это можно применять. Трансляции. В последнее время появил... А можно это оглавление сделать, Галина Ивановна спрашивает, на уже загруженные ролики? Да, конечно, если у вас есть доступ к каналу на YouTube, вы всегда можете нажать на кнопку «Редактировать», зайти в поле, которое называется «Описание ролика», и там дописать это всегда можно. Этим, кстати, YouTube и хорош. Трансляции или стримы. В последнее время понятие вебинара начало размываться и частично заменяться понятием трансляции или стрима. Ну вот, например, те из вас, кто был на вебинаре Алексея Дьяченко, видели, что, например, он свой вебинар строил по принципу стрима. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это долго разбираться. На самом деле есть большие преимущества у вебинара, есть преимущества отдельные у трансляции. Ну, например, трансляция в YouTube, она практически тут же, сохраненный результат находится там же, где вы его смотрели, в отличие от вебинара, где надо конвертировать запись, потом загрузить на YouTube, и на это как минимум полдня уходит. Ну и всякие разные другие различия. Я же вам предлагаю подходить по пути максимальной адаптации. То есть никто не мешает вам или тому, кто организует вебинар, делать стрим одновременно с записью вебинара. Например, стрим в YouTube или стрим в Facebook, в какие-то другие сети, социальные сети, тем самым расширять аудиторию тех, кто может посмотреть вебинар. Ну, с другой стороны, это может быть в некотором смысле конкурирующей системой отображения, потому что когда вы собираете людей на вебинар, вы получаете их личные данные, и потом можете их приглашать на другие вебинары, как-то агрегировать их и так далее. Если это просто стрим где-то, вы об этих людях ничего не знаете, это просто какая-то аудитория непонятная какая, ну, в меньшей степени понятная для вас. И в этом смысле вы можете просто размыть свою аудиторию, с которой вы близко знакомы. Но, тем не менее, не мешайте делать стримы. Позволяйте делать стримы другим с ваших вебинаров. Это может сделать, например, просто любой из слушателей вебинара взять, да, и расшарить экран, и пустить его в Facebook, например. Вот не мешайте это делать, и можете даже сами организовать. Это будет, в целом, это скорее хорошо, чем плохо. Создавайте сеть контента. Это относится к вашим вебинарам, это относится к тем роликам, которые вы вырезали из вебинаров, либо просто к ссылкам, которые могут быть не на начало вебинара, а на какую-то конкретную его минуту и так далее. Собственно, создавать сеть контента – это хорошо, и это надо делать не только для записи вебинаров, а вообще для любого учебного контента. Но когда у вас много вебинаров, когда вы уже записали, там, допустим, курс, второй курс, ряд открытых вебинаров и так далее, у вас накопилось их примерно сотня, то грех их просто складировать. Надо как-то это использовать, и, как известно, у нас количество переходит в качество. И вот это качество надо создавать. Оно, вообще говорю, и само создается, даже когда вы просто кладете сотню ваших записей вебинаров на ваш YouTube канал, то это качество как-то само образуется, потому что, ну, просто их становится много, и люди становятся чаще туда ходить, чаще туда ходят, потому что там что-то можно найти, а заодно находят и что-то другое. Да, но лучше делайте это самостоятельно. Используйте ссылки на другие ваши вебинары в текущих вебинарах. Если ваш вебинар посвящен какой-то теме, и часть этой темы лучше раскрывается в другом вебинаре, обязательно дайте ссылку на этот вебинар. Пусть те люди, которые хотят узнать о нем подробнее, об этой теме узнают подробнее. Агрегируйте ваши вебинары в другой контент. Включайте их в учебные курсы. Причем, включайте, пожалуйста, не только... Разумеется, можно начитать там 10 вебинаров для своего учебного курса и в этом же учебном курсе использовать. Ну, это естественный процесс, но это не единственное, что можно сделать. Еще можно использовать записи ваших коллег, ваши записи для других курсов. Ну, вот, опять же, типичный пример, когда есть курс один краткий для неспециалистов, и есть курс расширенный, допустим, 30 вебинаров и 10 вебинаров. И в том курсе, который 10 вебинаров, вы можете всегда ссылаться на курс больший для тех, кто хочет подробнее изучить тему. Используйте записи вебинаров коллег, используйте любые вообще записи вебинаров, которые лежат на YouTube. Лицензия YouTube позволяет вставлять эти записи в любой другой контент. В этом нет никакого нарушения авторских прав. Повышайте, да, вот тут я написал это красным, повышайте связность контента. То есть, контент сам по себе, он полезен, но связанный контент, он полезен, ну, не побоюсь этого сказать, пропорционально квадрату количества кусочков. Вот если у вас есть, скажем так, 100 кусочков знаний, да, то если каждый с каждым связан, логически, разумеется, связан и физически при помощи ссылок, то вот качество его повышается не в 100 раз, а там в 10 тысяч. Это будет уже 10 тысяч. Вот поэтому всегда занимайтесь связностью своего контента. Это позволяет улучшить качество без производства нового контента. Ой, да, прошу прощения, здесь немножко... Да, здесь у меня заголовок должен быть другой. Имелось в виду, что... Используйте возможность интерактивного видео. Видео может быть не только обычным, но и интерактивным. Для этого надо использовать некие дополнительные возможности, такие как интерактивные сервисы. Интерактивные... Я, например, люблю интерактивный сервис, который называется SyncLink. У меня на моем канале есть даже учебный видеоролик, как его использовать. Интерактивные... Интерактивное видео может позволять вам делать... Это вот как раз к предыдущему слайду о связанности контента, да? Вы можете создать интерактивное видео по принципу матрешки. Или, как я иногда говорю, по принципу свиноматки. Когда у вас основной ролик является... ничем иным, как декларацией каких-то пунктов, основных пунктов, перечислением тем или перечислением вопросов с очень кратким их освещением. А содержательные ролики, они вкладываются в этот ролик. То есть, например, на пятой минуте появляется вот такая вот вкладочка, по которой можно открыть либо текстовый материал, либо открыть более подробный ролик и изучить этот материал. Вот такая структура позволяет создать связанность контента внутри видео, не прибегая к простым гипертекстовым ссылкам или текстам, или как-то иным образом. То есть, видео из видео. А какие еще способы есть интерактивности? Вы можете свои вебинары вставлять в таймлайны, в интерактивные карты, в карты знаний, в слайдеры, в интерактивные изображения. Тысячи разных возможностей есть для того, чтобы комплексировать записи ваших вебинаров и какого-то другого контента. И получается очень здорово. Ну, вот здесь у меня, например, пример вставки, правда, не вебинара, а видеолекции, или даже записи, студийные записи по искусствоведению в интерактивную карту, описывающую картину Иванова «Явление Христа народов». Конечно, здесь могут быть любые изображения, здесь могут быть карты, вебинары, записи вебинаров могут быть привязаны к какому-то времени, они могут быть привязаны на путь, пример к карте. То есть, если вы хотите сделать распределение спикеров, у вас прошла, например, серия вебинаров от разных спикеров, они живут в разных местах, вы можете сделать интерактивную карту, на которой будет помечено, где, вот здесь вот будет помечено на карте, где они находятся, и будут стоять разные точки на карте, да, а вот здесь будут записи вебинаров находиться, ваших. Вы можете сделать интерактивные изображения, точки на котором могут отсылать к записям вебинаров. Ну, вот можете представить изображение человека в разрезе, ну, такое вот физиологическое. Вы, допустим, вы читаете курс анатомии, прочли 10 или 20 вебинаров, посвященных разным, там, скелету, органам человека, сердцу, еще чему-то там, и так далее. Тогда на этом рисунке можно обозначить горячие точки, и вот, там, допустим, от головы, от рук, от печени и так далее, вести эти ссылки на конкретный вебинар, который будет открываться и будет посвящен этой теме. Ну, и много других интересных интерактивностей можно придумать, имея уже на руках записи вебинаров. Размещайте YouTube. YouTube это хорошо, но можете пойти дальше и присвоить. Вы можете прямо в YouTube это сделать. По умолчанию это не так, но вы можете настроить это при загрузке вашего ролика, настроить лицензию Creative Commons. Это означает, что вы делаете ваш вебинар полностью свободным, не только для просмотра, но и для дальнейшего использования такого, например, как производные произведения какие-то. Ну, и при этом вы можете погрузить ваш вебинар, например, еще и на Вики-склад с тем, чтобы каждый мог им пользоваться. Это имеет смысл делать для каких-то таких широких тем, когда вы освещаете, ну, так, занимаетесь просвещенческой деятельностью, да, просвещением, и это может быть многим интересно, и вы, ну, в некотором смысле занимаетесь таким полуобучением, полумаркетингом. В этом смысле имеет смысл наиболее широко распространять ваш продукт, а для этого делайте, придавайте ему лицензию Creative Commons. А можно ли продавать вебинары? Ну, иногда можно, не всегда это получается. В большинстве случаев это не получается. Вот, если вы хотите продавать вебинары, вам надо создавать соответствующую инфраструктуру по их продаже, и надо, чтобы эта инфраструктура себя окупала. Здесь не идет речь о учебных курсах, которые можно продавать отдельно. Здесь речь идет о продаже вебинаров как отдельных продуктов. Иногда это получается, но редко получается сделать из этого, скажем так, основной источник прибыли. Как правило, это какой-то дополнительный, дополнительный случай продажи. Ну, вот расскажу из своего опыта, что я часто провожу онлайн-курсы, по онлайн-курсам провожу вебинары. Разумеется, в рамках курса они бесплатны, то есть люди платят за сам курс, а не за запись вебинара. Вот, ну и иногда приходят люди, потом уже после вебинара, какие-то корпоративные люди или еще говорят, а вот мы хотим приобрести записи. И организаторы вебинара, организаторы курса, в общем, с удовольствием им продают. Если есть спрос, то почему бы не продать? Но отдельно заниматься продажей, скорее всего, для вас это будет не очень хорошей идеей. Но в ряде случаев иногда это срабатывает. Вот, поэтому совершенно отрицать этот вариант не буду. Ну, и не могу не коснуться такой темы, как автовебинары. В последнее время это просто взрывной какой-то, взрывной термин, да, автовебинары, инфобизнес. Вот, это в некотором смысле напоминает спор о том, можно ли выступать, как говорится, под запись или под фанеру певцу на сцене. Ну, в общем, в целом можно, но, во-первых, об этом надо предупредить тех людей, которые будут покупать билеты. А во-вторых, ну, в общем, не комильфой немножко, да, то есть надо приходить и отдаваться полностью тому процессу, а не свою запись крутить. Однако в некоторых случаях это делать можно. Например, если у вас какой-то продающий вебинар, который вы каждые два дня крутите один и тот же, то, в общем, просто приходите одно и то же читать немножко скучно. Вот, поэтому можно сделать так называемый автовебинар. Это когда вы записываете вебинар свой, а потом показываете его в записи, но лично как автор присутствуете в чате и отвечаете на вопросы в чате. Это еще более-менее допустимо. Но вот, к сожалению, часто автовебинары превращаются в чистый обман, когда идет запись вебинара, в чате присутствуют фальшивые покупатели, они имитируют покупку какого-то товара, рекламируемого в вебинаре, прямо в процессе вебинара и создают для тех немногих людей, которые реально пришли на этот вебинар, создают ощущение, что здесь происходит какое-то грандиозное действие, вовлекают их в покупки. Вот в таких автовебинарах лучше не принимать участие ни в качестве организатора, ни в качестве спикера, ни в качестве того человека, который разводят на покупку. Не хочу больше об этом говорить, достаточно вот этих нескольких слов. Увидите слово автовебинар и инфобизнес, лучше бегите оттуда. В большинстве случаев это обман. О списках все-таки чуть-чуть. Записи это хорошо, но есть еще кое-что, кроме что остается после вебинара. А это участники, информация о них, о том, как они вели себя на вебинаре, сколько вебинаров они посетили, какие их интересы и так далее. Вот если вы долго занимаетесь вебинарной деятельностью, то список ваших участников, это такой золотой список ваших участников, надо холить и лелеять, и понимать, что анализировать, и понимать, что им хорошо, и что для них плохо. Возможно, предлагать им какие-то онлайн продукты, которые им подходят и так далее. Можно, если это ваши студенты, то очень легко анализировать их посещаемость. Вебинарная система дает очень хорошее представление о том, сколько времени они были на вебинаре. Вот, например, общая продолжительность нахождения внутри вебинара, сколько раз они входили-выходили, сколько вебинаров посетили до этого, ваших и так далее. То есть, в качестве контроля можно, даже не прибегая к услугам системы дистанционного обучения, в которой это все гораздо более структурировано, уже снимать информацию прямо из вебинара. Ну, и вот такие несколько уже, несколько тезисов на одном слайде даю. Анализируйте. Что анализируете? Анализируйте конверсию. Прежде всего, конверсию зарегистрировавшихся слушателей в реальные слушатели. Ну, например, для Директ Академии конверсия примерно составляет там 48-52%. Анализируйте посещаемость, в том числе посещаемость по продолжительности вебинара. Смотрите, в каком месте находится пик посещаемости, когда людей много. На 30-й минуте, на 40-й, на 50-й, может быть, на 10-й минуте. Исходя из этого, можно понимать, правильно ли вы ведете вебинары или нет. По-хорошему, вебинар надо прекращать тогда, когда его, ну, разумеется, надо идти от материала, да? Ну, когда его посещаемость сокращается примерно процентов на 10-15. То есть, люди вот только-только поняли, что надо расходиться, и вы тоже завершаете вебинар. Анализируйте пользователей, делите их на сегменты, и представляйте, что интересно для каждого сегмента. Особенно с точки зрения того, как вы потом будете вести рекламу ваших онлайн-курсов, рекламу дальнейших вебинаров ваших бесплатных и так далее. К сожалению, на это достаточно высокоинтеллектуальная работа. И не везде есть маркетологи, которые способны вот так вот хорошо сегментировать обширную базу, построить интеграцию эту базы с базой рассылок и так далее. Анализируйте чаты. Если у вас в чате была богатая какая-то история, вы наверняка что-то могли упустить. Вот, например, я как-то участвовал в качестве спикера в вебинаре, в котором было 300 человек, и я просто не успевал отвечать на все вопросы. Потом, проанализировав этот чат, я понял, что я могу из него много подчеркнуть. Там было много разумных реплик. Прислушивайтесь к критике в чате, если это не троллинг, конечно, чистый. Собирайте клиентов из чата. В чате вы можете понять, какие ваши клиенты проявили больше интерес к вашей теме, и потом уже из списка найти этих людей и выйти на них напрямую. Ну и, наконец, уточняйте целевую аудиторию. Если надо, формируйте ее. Если вы понимаете, что вот у вас есть такая вот целевая аудитория, но вы хотите, чтобы она немножко другая была, меняйте темы вебинаров, меняйте места, где вы рекламируете ваши вебинары, привлекайте новых людей в вашу базу, и потихонечку меняйте вашу целевую аудиторию, если по какой-то причине она вас не устраивает, либо она слишком узкая. Ну, пожалуй, вот и все мои советы по тому, как работать в вебинаре. Хотел бы себя чуть-чуть прорекламировать. 5 февраля уже совсем скоро мой курс, который называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Организатором курса является компания «Ракурс». Давайте я сделаю ссылочку, чтобы вам было видно. видно. Если вдруг вам интересно, да, ну вот на этом курсе как раз подробно рассматриваются те интерактивные элементы, о которых мы говорили где-то там примерно 10 слайдов назад. Вот, я готов ответить на ваши вопросы, а пока создам сертификаты, которые, возможно, вам пригодятся. Одну минутку. Это займет примерно одну или полторы минуты, не больше. Так, формирую отчет. Статистику. Вот, кстати, сейчас сейчас сделаю то, о чем вам только что говорил. Работаю со списком людей, которые приняли участие в вебинаре. современные информационные технологии позволяют сделать это практически практически мгновенно. А интеграция двух разных систем, систему вебинарной системы и системы выдачи сертификатов позволяет, по сути дела, породить новую услугу прямо не отходя от вебинара. Так, ну что ж, вот мне осталось только разместить ссылочку. Кажется, я в упомянутые полторы минуты уложился. Так, вот она. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Я вполне понимаю, что мой сегодняшний вебинар, он в основном состоял из то, что называется Tips and Tricks, да, то есть некоторых маленьких хитростей и, может быть, не сложился пока в систему. Ну, мне иногда кажется, что, знаете, вот список таких вот маленьких хитростей, которые пришли из опыта, они, может быть, даже важнее такого вот теоретического материала, который говорит о том, сначала делаем так, потом делаем так, потом делаем сяк. Ну, в общем, важно, наверное, и то, и другого. Ну, вот в данном случае я поделился своим опытом, а мой опыт в настоящий момент это проведение примерно наверное 500 вебинаров в качестве спикера и там еще очень большого количества в качестве организатора. Вот, буду стараться и дальше, да, может быть, как-то оттачивать эти вебинары. В этом году впервые мы запустили линейку трек про вебинары. Я надеюсь, что остальные наши спикеры, которые расскажут вам про вебинары, про разные системы, про выбор платформ тоже будут для вас интересны, а может быть, даже и более интересны, чем мои вебинары. Ну, что ж, коллеги, я с вами прощаюсь. До новых встреч в Директ Академии. До свидания. Приходите на наши вебинары. Надеюсь, будет интересно. Продолжение следует...